здравейки ребята вы на канале ford макс смотрим ролик с канала аспект наконец-таки новенький ролик посвященный фнафу 0 да и такое есть golden pass про что он будет давать уже знаем но я так понимаю что наверное будет затрагивать найти либо историю фрэдбера то есть в пиццерии фрэдбера либо еще более ранние события но давайте посмотрим поехали одна из самых ключевых пиццерий в лоре фнафа это фрэдберс family diner именно в ней был совершен укус 87 или 83 там же выступал костюм спрингбонни с помощью которого совершались убийства но это единственная пиццерия которую нам не показали в качестве игровой локации мы ее видели только в мини играх фнафа 4 но какой же была эта пиццерия и вообще еще снова фташе 3 мы ее видели и какие события там происходили эту тайну нам раскроет фан-игра и голден пост и сегодня мы взглянем на эту прекрасную игру а тебе респект ведь с тобой фнафер аспект поздравляю вас со съеденными оливье шичками ну что же приступим к фан игре открыв эту игру мы видим классное атмосферное меню с вот такой вот музычкой которая просто выедает тебе мозг ну ладно ну она будет послушать самому насколько сильно может выесть мозг ну хотя мне уже москвы или точнее оливье создал игру фредди натор не конечно крутой значит и игра тоже ну что же первая ночь замедленный звук из фнафа третьего и дергающаяся надпись сразу задает тон игре мы видим довольно пустой офис что характерно пиццерии восьмидесятых милые игрушки на столе не работающий вентилятор и аномально огромную вентиляцию нихуя себе вот зачем ну нахрена не ясно так она еще идет с одной комнаты в другую и очень странная я не знаю кто проектировал но решение сомнительное тут же заканчивается зачем ну наверное в этой комарке воздух херовый приходится такую огромную форточку создавать вентиляцию еще вентилятор не работает да шаш такое по центру большой коридор а планировка здания что-то очень сильно нам напоминает да это фан игра и это все условности но мы можем предположить что эта пиццерия стала прототипом опа и кланку засунул неплохо ранняя пиццерия фредди фазбер стала прототипом для пиццерии из фнафа 2 ну что же давайте знакомиться с нашими героями перед нами стоят фредбер и спрингбонни у меня только один вопрос как дети могли играть с такими чудищами вы посмотрите на этого мать его фредбера о да а еще я заметил пират честно тут скажу да вопросы действительно вопросов очень много к тому как в итоге это махина могла привлекать детей хотя и оригинальные некоторые аниматроники особенно именно из первой части могли вызывать вопросы но не такие сильные что фредбер огромный сук это огромная желтая хрень который выглядит из разряда здравствуйте детишки я вас обниму и буду слышать хруст ваших гостей просто блин он не вызывает вообще никакого спокойствия особенно за его рожи как же у него нахрен криповая такая огромная щекастая рожа к бухту что намекает нам на фокси правильно да в этой игре есть golden фокси опа прикольная задумочка хоть и дизайн честно такой себе по лору его не было но все-таки это условность игры ведь если бы его не было то игра была бы намного скучнее хорошо но вопрос как нам защищаться у нас нет ни маски не фонарика ну точнее опять же можно было сделать лучше типа знаете что там находится неполноценный голден фокси а его прототип то есть эти просто еще с недоделанным костюмом еще больше именно эндоскелет и он есть но светить можно только на камерах это недолго но у слова ремнанту он хотя бы перезаряжается а вот как защищаться то у нас есть какие-то системы сигнализация и огонь типа мы можем поджечь пиццерию а когда аниматроники сгорят мы можем ее потушить три часа ночи лада вернулся спринг тварь и свыше его шаги он идет к нам в офис и вот кролик уже стоит в проходе старого делать то что нам не объяснили как от него защищаться и внезапно он начинает про и смотреть тебе в лицо и потом он убивает нас на честно скример какой-то стран же бурса и ну нам конечно звонил в начале ночи какой-то чел и катар не звали ты там тоже ешь ну нихера себе он бросает трубку поаккуратнее мы же миллионеры купим новый и рассказывал подробности работы но извините меня я не амриконец и когда устраивался на работу там знание языка не требовалось но все-таки и решил послушать очень однако удобное оправдание понимаем все представляете такой чел и не знает снг приезжает а айдон спик инглиш вот они туду о и симпол юси зис зис golden bunny ебака скерри щит ю нету not go into your room урайт окей айгаты желтый ебака не пускать что он там говорит и ничего не услышал про бони но я посмотрел гайд на и тучки и боль что когда он смотрит на тебя нужно использовать музычку на сцену и тогда он уйдет от тебя а еще но идея неплохая просто странно когда он уже пришел к твоей роже тут уж на вариантов особо не должно быть но этот амриконец сказал про четырех персонажей стой смысле 4 фрэдбер бонни фокси еще раз стой в смысле 4 фрэдбер я не могу господи какой же фрэдбер страшный участия если бы ребенком увидел фрэдбера я бы обосрался потому что эти маленькие глазки это огромная пасть это тело из он бизде страшный это один из самых реально таких вот дискомфортных аниматроников по саму дизайну бир бони фокси а 4 так то ёпшкин мопшкин испугались просто эндоскелет обоснов все так не годится я пошел смотреть фулл хайд ребят так вы на канале фнафер 228 объясняю для мяса когда бонни к тебе в комнату пришел используй музычку на сцену и он ушел а когда фрэдбер большой базарит с тобой за дела сигнализацию используя она тебя спасла а когда фоксиан высовывает нос светит и быстро ему хлеба сос а если в вентиляции шумит поджарь его как и нужно из тебя не будет спрос после такой прекрасной песенки я все понял или хоррайт спасибо но честно скажу правда как-то пустовато ощущается я понимаешь наверно в этом и был смысл что типа первая пиццерия все только начиналось но все равно все ощущается каким-то пустоватым к прошел первую ночь не более по механикам что по сути просто помните уже пришел хотя ладно она уже просто придираюсь на вторую же я успокоился и решил заметить вот что ambient в пиццерии постоянно какие-то звуки которые не умолкают не на секунду и они ни в коем случае не дают тебе расслабиться то кто-то заскрепит то кто-то музычку прорепит то кто-то люто пропердит то внезапно заиграет музыка которая неописуемая она настолько точно передает атмосферу какое-то волнение и загадочность но знаете в чем нюанс я играю не в полный экран из-за этого для меня атмосфера отделилась на 2 я долго пытался разобраться все как-то правда странно в чем смысл нет к что можно пробовать alt enter может могло бы что же не так и в итоге лучшее что я мог придумать это уменьшить разрешение монитора и так я прошел всю игру но прикол в том что только когда я закончил запись я поинтересовался а что же это за незаметная желтая шестереночка а это оказались настройки игры где можно поставить полный экран вернемся к прохождению у нас активируется фокси и как пел фнафер 228 нам нужно периодически светить на него чтобы он не вылазил из своей будки игра медленно нагнетает сложность и аниматроники очень долго смотрят на тебя поэтому я уже начал их подгонять но не долго музыка играла недолго смелым был я как только появились дергающиеся упыри на экране я сразу же навалил штанишечки конкретно так здесь же просто аниматроники чисто здесь вроде душ еще не замешаны и прямо там чё наш охранник на нюхался чего-то хотя блин конец 70 начала 80-х доступные котики наверное товарищ просто что-то занюхнул чё надо чуть надо ну а дальше я подумал что я типичный охранник пятерочки посвятили на говноеда этого закрыли этого отправили вот и дела на сегодня закончены все михалыч давай я домой а я поработал и жене на надо трошечки дать так сказать цепырика дать писярика навалить и спать на но все равно нас ждет работа а именно третья ночь и на ней мы можем услышать как кто-то говорит на фоне возможно это фиолетовый человек или сотрудники обсуждают инцидент с убийством девочки возле заведения или же кто-то на рост и проиграл в казино и вот то чего мы так долго ждали махина фредбер он начинает двигаться но проблема в том что он где-то спрятался и его не видно на камерах и даже где такой огромный ты здоровяк мог спрятаться то я его ищу ищу и вот те на те два брата акробата один голенький другой при одежке и вот я отбиваюсь от всех жарю эндоврея прогоняю спринг бони но только в пять утра фредбер но только в пять утра фредбер решил выйти погулять но он так и не дошел до меня к сожалению вот так и закончилась третья ночка а за ней следом и четвертая нас сразу же начинают прессовать и фредбер уже в час ночи стоит в коридоре видимо пока я был дома после смены он все это время шел к кабинету и вот только вот дошел и через мгновение получай ульту сигнализацию и все чел расплакался и убежал а еще я узнал такую вещь что нельзя долго светить фонариком иначе он разрядится а его перезарядка очень очень долгая и в этот момент ты можешь провафлить фоксича видимо в моменте такое напряжение перегрела мне мозг и я уже здесь конкретно поплыл надо на фончик себе врубить дыма дал потолок пошел по комнате дыма и страшного хоррора про послесающе блин вроде бы должен быть максимально такой с глубокой атмосферой а в итоге на фоне дыма мы расслабляемся ты мол я не могу ребята кадр пиздец страшный извините я правда блять мне реально напрягает фредбер какой же ты сука страшный честно если бы я увидел детстве кассету с рекламой этой пиццерии я бы сказал мама я пиццу люблю но этого страшного ебаку я ведь не хочу вам и нужно снова учиться до горшок ходить это это пиздец а вот пасть тут реально как будто из ада и ужасные события 83 года мы попали в реальный тусич на хате аниматроники уже бахнули афганочки и мы уже люто флексим с ними но из-за лютого дымка который окутал поток я пропустил эндоскелета дыма и он испортил мне праздник но я не остановился я подрубил айн свайн фифти фифти я в песок и не вертите и легчайше для величайшего прошел эту ночь пятая финальная ночь очень страшно очень сложно насколько я прошел пятую ночь тупо начали с дымком надо слабо где в конце меня ждал он твой бони а дальше убей континет да ребята у игры есть продолжение а именно golden past 2 эта игра про фнафич 2 что довольно логично а если вы хотите чтобы я сыграл и обозрел вам нужно собрать 15000 указал тогда я пойму что вам понравилось и сделаю продолжением но если вы думаете что это конец то нет подрубаем дымок и погнали проходить 20 20 20 20 уверен в своих силах нам открылся extras о нифига музончик как будто не хватает элегантного фрэдбера и какого-то скетча ну-ка слушай плачущий мальчик а ты никогда не задумывался сколько ты дней проживешь без злобной доли сможешь ли ты выжить семь кошмарных ночей не надо помянем хотя на самом деле там у ёбаный майкл ёбаный мать о майкл ладно в любом случае давайте уж поблагодарил аспекта за данный ролик честно игра выглядит вроде неплохо но ощущение такое за эти складывается будто чего-то не хватает хотя сама концепция показать игру про времена фрэдбер спицерия по моему отлично и спасибо за ночные кошмары с фрэдбером и как же его блять ненавижу респект и лайк надо будет кстати посмотреть про вторую часть надо будет самому ознакомиться с голден пастом может быть и зайдет если я и часа для себя попробую комментарий колокольчик заходите по вкусам ссылочка в описании и спокойной ночи дружки пирожки банк